Встреча с президентом 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 и записки с просьбой обдумать продажу своих долей. Преследование такого масштаба новейшая история России еще не знала. Я бы попросил Марию Дробот, которая занимается образованием и здравоохранением, прокомментировать тоже эту ситуацию. Мы в совхозе Ленина построили лучшие в Европе школу, лучшие сады, которые доступны всем детям, которые проживают в данном поселке. Пожалуйста. Сегодня каждый здравомыслящий человек понимает, что будущее страны – это дети. И каким будет будущее поколение, насколько будет здоровым и образованным, настолько будет прогрессивно развиваться наше государство. Совхоз имени Ленина под руководством Павла Николаевича Грудинина в своей работе руководствуется простым принципом, очень доступным и понятным – все лучшее детям. Он построил лучшие детские сады. Вы только посмотрите на эти счастливые лица, ребятишек. Он построил лучшую школу с техническими классами, где заложены принципы лучшей советской и русской школы, где у педагоги понимают, что кроме образования нужно еще и воспитать человека, достойного гражданина. И это очень важно для будущего нашей страны. Но более года назад рейдеры захватили Дворец культуры, где более 15 кружков бесплатно занимались ребятишки от вокала до хореографии. Сейчас Павел Николаевич, конечно, нашел решение этому вопросу, но это бессовестно по отношению к нашим детям. Мы понимаем, что без борьбы и дальнейшего отстаивания интересов совхоза Павла Николаевича Грудинина никуда нельзя деться. Фракция КПРФ будет продолжать эту борьбу, и мы обращаемся ко всем сообществам, педагогическим, учительским и родительским, поддержать нас и отстаивать интересы наших детей и совхоз имени Ленина. Ко мне, Георгия, у нас выволяет юридическую группу, которая расследует все факты грубо нарушений и преследования наших активистов. Пожалуйста. В этом году отмечается особо ожесточенное отношение правоохранительных органов, судебной системы к нашим активистам, к нашим сторонникам, членам нашей партии. Все началось в феврале месяце, когда мы готовились отметить и отмечали очередную годовщину создания Красной Армии, возлагали цветы к монументам тем людям, которые создавали обороноспособность нашей страны, защищали ее суверенитет. И за это наши активисты были наказаны. Приведу только один пример. У нас, например, в Пензе депутата Пензской городской думы осудили на 7 суток ареста только за то, что он в своих социальных сетях написал о том, что он будет возлагать цветы. Только за это сообщение другой депутат получил 20 суток ареста. И так по всей стране. После выборов эта машина репрессий продолжилась. До этого также несправедливо совершенно осудили Николая Николаевича Платошкина, нашего сторонника, вы тоже об этом знаете. После выборов наши депутаты Московской городской думы, и Государственной думы провели встречу со своими избирателями. В общем-то, добросовестно исполнили свой депутатский долг. За это они тоже были наказаны. Так, например, Зубрилин и Янгалчеву получили штрафы. Янгалчеву вообще получил штраф более 600 тысяч рублей. В Хабаровском крае первый секретарь наш Петр Перевезенцев собрал пресс-конференцию. Правоохранители посчитали, что это митинг, а штрафовали его на 75 тысяч рублей. Комсомольцы возложили цветы памятнику комсомолу в день комсомола. Их задержали и продержали 30 часов в этой кутузке. Наши товарищи 7 ноября также возлагали цветы к монументам, и сейчас их точно так же таскают по судам. При этом правоохранительные органы проявляют удивительную толерантность к тем, кто фальсифицировал выборы, кто подделывал результаты во время голосования. Так, например, в Брянске у нас есть видеозапись, когда члены избирательной комиссии вбрасывают бюллетени в ящик для голосования. Уже два месяца прошло со дня выборов, но уголовное дело так до сих пор и не возбуждено. Элла Александровна Панфилова, председатель ЦИК, обещала, что не будет голосований на пеньках, и эта процедура сегодня вне закона. Вместе с тем, в Оренбургской области это проходило повсеместно, но нет соответствующей реакции правоохранительных органов. Тысячи заявлений от наших наблюдателей были на этих выборах, но должной реакции нет. Мы полагаем, что прокуратура обязана обратить внимание и наказать тех, кто фальсифицирует выборы, кто вбрасывает бюллетени, и встать на сторону, защитить и восстановить справедливость в отношении тех, кто должным образом исполняет свой депутатский долг, кто чтит память героев и уважает историю своей великой страны. Спасибо. Юрий Вячеславович Афонин у нас возглавляет организационную службу как первый заместитель и координирует работу всех левопатриотических сил. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, соблюдение законности защита прав человека и гражданина является ключевыми функциями Генеральной прокуратуры, судебной системы, всех правоохранительных органов страны. К сожалению, мы отмечаем, что на протяжении последнего времени должной реакции со стороны правоохранительной системы на целый ряд грубых нарушений закона мы не получаем. Действительно, на протяжении уже нескольких лет идет рейдерская атака, беззастенчивая атака на совхоз имени Ленина. Но совхоз имени Ленина – это не только выдающиеся народные предприятия, которые показывают прекрасные примеры хозяйственные. Это и конкретные люди, проживающие в этом поселке. Это представители трудового коллектива, которым не дают нормально работать, у которого захватывают здания Дома культуры. Те подписи, которые сегодня будут переданы Генеральному прокурору, это подписи конкретных людей. За каждой подписью стоят семьи, стоит судьба молодого поколения. Поэтому защита интересов этих людей является ключевым. Мы видим, что идут рейдерские атаки не только на совхоз имени Ленина. Идет давление на известное народное предприятие «Звениговская», на известное народное предприятие «Усоль-Сибирская». Создается такое впечатление, что кто-то заинтересован в разрушении самых передовых форм хозяйственных. Кто-то заинтересован в разрушении системы здравоохранения, социальной сферы, дошкольного образования. В связи с этим широкий фронт левопатриотических сил сделает все возможное, чтобы защитить предприятия. Хотелось бы сказать, что десятки, сотни тысяч граждан по всей страны готовы встать в защиту народных предприятий, готовы отстаивать права и свободы граждан, готовы защищать своих товарищей, как в судах, так и на улицах. Все те меры, которые позволяют через Конституцию Российской Федерации отстаивать права и свободы граждан, мы обязательно задействуем. Но ждем сегодня и от генерального прокурора, и от системы власти страны четкого конкретного ответа, и требуем прекратить давление на народные предприятия, оставить совхоз имени Ленина в покое, дать спокойно гражданам работать и создавать будущее для своих детей. Спасибо. Сегодня руководитель нашего комитета против политических репрессий, Синельщиков, официально представить нашу позицию в Государственной Думе и одновременно выручить генеральному прокурору целый пакет документов. Аналогичный пакет я вручил президенту. Он на встрече со мной официально заявил, что будет наведен элементарный порядок, и он, как гарант Конституции, все сделает, чтобы законность воторжествовала. Причем официально заявил, что не позволит разрушить ни народные предприятия, ни совхоз имени Ленина, не преследовать тех, кто честно и достойно победил на выборах. Но я хочу обратиться к администрации президента одновременно. Надо контролировать, как выполняется поручение главы государства. Когда на белорусской границе рядом с поляками организована пятая колонна провокации, когда натовцы и Европейский союз пытаются все сделать для того, чтобы обострить обстановку, в том числе и в Черном море, когда нацисты-бандеровцы провоздают обстреливать Донбасс, мы должны максимально сплотить общество. На этом фоне пятая колонна, эти недобитки, эти агресски ельцинской эпохи сегодня пошли в атаку на всех телерадиоканалах, в целом в общественности. И то, что связано с пиар-кодами, на мой взгляд, это откровенная провокация. Она нарушает шесть статей Конституции. Это хуже пенсионной реформы по своим последствиям. Поэтому мы вчера официально обратились непосредственно к руководству Думы и потребовали разослать эти материалы всем субъектам Российской Федерации. Мы обязаны внимательно обсудить все эти проблемы. Я считаю, что назрела очередная встреча президента с руководительной фракцией, где мы должны обсудить сложив ситуацию и все сделать, чтобы обеспечить уверенное и устойчивое развитие нашего общества. По крайней мере, та программа, которую предлагал Кашин и вся наша команда по устойчивому развитию села и обеспечению продовольствием, которое поддержано Госсоветом президентом, полностью перечеркнуто с Уланом и его командой. Они не хотят выполнять эти решения. А цены на продовольствие, на картошку, капусты на 80% вырастут. Из 100 товаров, которые государство должно контролировать, практически только по двум не росли цены. По сути дела, доходы граждан сокращаются, а людей душит ценовой беспредел и полицейщина. Мы не можем допустить, чтобы общество сорвалось с конфронтацией. Мы все должны сделать на фоне тех санкций и тех вызовов, которые обрушились в нашу страну, максимально сплотить государственные патриотические силы. Мы готовы для этого и надеемся, что прокуратура тоже будет максимально служить реализации этой главнейшей задачи, которая существует в любой стране.